Субтитры сделал DimaTorzok Ну и собственно говоря, когда-то в каком-то году на Чернобыльской станции произошла самая крупная авария, в связи с которой было выброшено большое количество радиации. Те пожарники, которые в то время тушили эту станцию, получили такую дозу радиации, что когда они приезжали в больницу, они же там же и умирали. И в подвале этой самой больницы, фонит так как будто там находится небольшая часть этой самой станции. Но удивительно не это, а удивительно то, что каски этих пожарников в этой самой больнице пропали. То есть нашлись такие люди, которые просто взяли эти каски и возможно где-то продали. Но что это за люди, неизвестно. Поскольку если такая каска окажется у вас и прилежит у вас хотя бы один день, то жить вы будете не 100, не 50, не 40, не 30 лет, а проживете вы всего лишь максимум 2 года. Да-да, ребятки, вот такая большая радиация вот от этих вещей. Да, пожарники получили и вправду большую дозу. И ребятки, как вы знаете, от большой дозы радиации можно получить лучевую болезнь. И потом появляется рак, раковые опухоли. Ну и в общем будет очень плохо. Ну а сегодня мы с вами и вправду появились в Припяти. Я не знаю для чего я нашел эту карту, но ребятки, она просто суперская. Оказывается, она запускается и на самой новой версии Майнкрафта. То, что сейчас я вам покажу, вас точно, так сказать, удивит. Вы все знаете Колесо Обозрения, но вы видели Колесо Обозрения в Чернобыле. Точнее в Припяти. Вот оно, ребятки. Я думаю, что вы сразу вспоминаете эти моменты. Особенно если вы смотрели сериал Чернобыль, а именно вторую часть. Финал которого закончился уже в эту пятницу. Финал этого сериала довольно непонятный. То ли главный герой стал частью зоны, то ли просто с ним произошла какая-то черточина. Реально непонятно. Но, как сказали разработчики, в скором времени появится еще полнометражный фильм. Как они это все сделают, пока что неизвестно. Но вы просто посмотрите на всю эту конструкцию. Мне сразу вспоминаются кадры из сериала Чернобыля. Это, ребятки, просто ужасно. Ну что ж, здесь также разбросано множество различных зданий. Множество различных многоэтажек, которые вы можете исследовать. Но, к сожалению, интерьеров у этих многоэтажек нет. Они все, все, ребятки, пустые. Но ничего страшного. Просто посмотрите на размеры этой карты. И вы сразу поймете, почему все пусто. С другой стороны, это реалистично. Потому что, когда случилась авария, из всех домов срочным образом выкидывали все вещи. И сейчас множество домов просто стоят пустыми. То есть, внутри них нету мебели. И это было сделано для того, чтобы уменьшить количество радиации. Но тогда, когда не было сильных технологий, люди ничего не знали о этой самой радиации. Они как бы знали, но не знали достаточно. И поэтому старались это все устранить. Но в итоге ничего не получилось. И сейчас там так же фонит, как и фонило раньше. Но фонит немножечко поменьше, конечно. Но смысл понятен. Ну что же, ребятки, вы сами видите, что карта очень-очень большая. И ночью здесь действительно темно. Поскольку фонарей здесь нету. И здесь вы можете сделать какие-то свои крутые видосики. Можете реально снять какой-то сериал по Чернобылю в Майнкрафте. Это будет выглядеть очень круто. Ну что ж, ссылочку на данную карту я оставлю в описании. Поэтому, если что, переходите и скачивайте. Ну а на этом все. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике. Поэтому, до скорых встреч.